Добрый день, приветствуем вас на нашем канале. Для меня было удивительно, что целых два, пусть и небольших музеев в Коломенском посвящены Петру Первому. Первый называется Домик Петра, второй Голландский Домик Петра. Давайте заглянем в каждый из них, посмотрим, а заодно и послушаем, как описывает Петра Первого знаменитый историк, писатель Сергей Михайлович Соловьев в своей книге «Чтение и рассказы по истории России». Вот первое его письмо к матери из Переславля, когда ему было 17 лет. Форма письма обычная, в то время с употреблением уменьшительных слов, как по тогдашнему следовало писать детям к родителям. Сынишка твой, в работе пребывающей, Петрушка, благословления прошу, и о твоем здравии слышать желаю. А у нас, молитвами твоими, здорово все, а озеро все вскрылось, и суды все, кроме большого корабля, в отделке. Итак, вот первое слово нам от Петра, которого мы зовем великим. Первое им самим сделанное определение, в работе пребывающей. Это первое определение навсегда останется за ним и дружно уместится подле определения великий. Петр обладал необыкновенным нравственным величием. Это величие выражалось в том, что он не побоялся сойти с трона и стать в ряды солдат, учеников и работников, когда осознал, что необходимо ввести в свой народ силу, до тех пор малоизвестную и в почете не находившуюся, силу умственного развития, искусства и личной заслуги. Необыкновенное нравственное величие Петра выражало способность уважать нравственное величие в других и сдерживаться им. Как бы он ни был раздражен, он умел всегда преклониться перед подвигом гражданского мужества перед резким, но праведным словом подданного, которое противоречило его собственному взгляду. Но в то же время Петр был человек в высшей степени страстный. И там, где он видел явную ошибку, злонамеренность, преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя, становился свиреп, употреблял материальные средства для прекращения зла и верил в их действительность. Там он схватывался с человеком, как с личным врагом своим и позволял себе терзать его. Когда при свидании двух курфюрстин с Петром зашел разговор о том, чем молодой царь любит больше всего заниматься, Петр показал свои руки, жесткие от работы. Таким образом, и перед Западной Европой Петр явился в том же образе, в каком явился перед своей Россией. В голландском местечке Сардами появился молодой красивый плотник из России, Петр Михайлов. В свободное от работы время плотник ходит по фабрикам и заводам. Все ему нужно видеть, обо всем узнать, как делается, самому принять участие в производстве. Из Сардама плотник перешел на амстердамские верфи. И тут занимался не одним плотничеством. Его видели повсюду, и в госпиталях, в воспитательных домах, на фабриках, и в мастерских, на профессорских лекциях, которые иногда читались для него на яхте, во время пути, ибо надобно было дрожить каждой минутой. Ненасытная жадность, все видеть и знать, приводила в отчаяние голландских провожатых. Только и слышалось, это я должен видеть. И надобно было вести, несмотря ни на какие затруднения. К патриарху он писал, мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатью Божию и вашими молитвами, придробом состояния живы, и последуя Божию слову, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, и скусясь совершенно, могли, возвратясь против врагов имени Иисуса Христа, победителями и христиан, там о будущих освободителями благодати его быть, чего до последнего издыхания желать не перестану. В начале 1698 года Петр уже в Англии, работает над Дептофорской верфи, оканчивает здесь кораблестроительную науку, делает, как и на твердой земле, большой набор мастеров. Проведя три месяца в Англии, он опять на твердой земле и направляет путь в Вену. Здесь надо бы нахлопотать, чтобы император не заключал отдельного мира с турками, чтобы Россию не оставили одну в войне с ними, причем трудно было бы заключить скорый и выгодный мир. Из Вены Петр собирался в Венецию, в это южное морское государство, но вместо Венеции надо было бы возвратиться в Россию, там бунтовались стрельцы.